Всем привет! Вы на канале, мошенники звонят по телефону. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Для того, чтобы не пропустить выходного ролика, жмайте на колокольчик. А теперь, дорогие друзья, погнали слушать ролик. Алло! Алло, да как там? Здравствуйте! Здравствуйте! Это Яна, компания PowerTrend. Помните, мы ранее с вами общались по поводу заработка на финансовых рынках? Да. Так, ваши дела? Ну, спасибо. Вашими молитвами. А у вас? Ну, а там все неплохо. Богдан, вы мне подскажите, вы в дальнейшем хотите с вами работать? Я просто так и не поняла, что тогда произошло у нас с вами. А что у нас произошло? Ну, вы отказали с вами сотрудничать. Не может быть. Ну, а почему я сотрудничать от вас отказался? Я хочу зарабатывать. Что-что-что еще раз? Зачем же мне отказаться с вами сотрудничать? Я хочу зарабатывать, я буду отказываться. Ну, хорошо. То есть, я вас отсоединила финансовым отделом. Вы просто-напросто сказали, что вы будете сотрудничать с вашим русским банком. Вы сейчас сотрудничаете с вашим русским банком? Да ни с кем пока не сотрудничаю. Я в поисках. Ну, вот. А у вас какой банк, я забыл? Банк HSBC. Британский банк. А, ну, вы без лицензии в России, да? Да, совершенно верно. Ну, смотрите, что вам нужно. Вам нужно первым делом быть уверенным в том, что ваши деньги никуда не пропадут. С генеральной лицензией банка HSBC, где будут храниться ваши средства, я вам показала. Что вы показали? Генеральную лицензию банка HSBC. А от кого она? Там, где будут храниться ваши денежные средства. Ну, вы понимаете, это чей банк-то? Какой банк? HSBC? Да. Британский банк. Ну, понимаете. Он находится в Британии. Понимаете, Британия это один из ярых противников России. И она сейчас со всеми своими силами делает нам неприятности. Такие, что... Ну, а вы понимаете, что мы европейская также компания. Мы не российская компания. Мы европейский брокер. Ну, вот очень жалко. Клиентов это не касается. А клиентов это не касается. Как же не касается? Клиентов не касается санкции. Потому что мы, опять же, то британский банк. Мы компания европейская, международная. Понимаете? И нас санкции они не касаются. И не коснутся. Если вы откроете еще депозит в банке вашем, не дай бог, там коснется там он санкций, то ваши деньги просто-напросто либо же пропадут, либо же, не знаю, что может с ними случиться. Сейчас сотрудничать с нашими банками это как бы небезопасно. На данном этапе. Не, ну если было у вас представительство в России, я бы с вами... Вот вы и ответили на вопрос, почему я не стал с вами сотрудничать. Потому что я только с российскими. Да сейчас я бы... Вот до февраля месяца вы мне сделали это предложение, я бы с удовольствием с вами посотрудничал бы. А сейчас какие санкции против нас применяют наши недоброжелатели? Скажите, пожалуйста, а так а при чем мы к санкциям? Ну мы там при чем к санкциям? Ну потому что вы знаете, что счета россиян в банках арестовывают. Пускай, конечно, не такого уровня. Так у вас будет счет не в России в банке. А? Но ваш счет будет не в России в банке. Нет, я говорю, вот именно. Вот именно. А вот именно. В зарубежных банках... Вы только что опять тоже сами ответили на свой вопрос, что много счетов в российских банках арестуют. Не в российских. У россиян, у россиян, которые в зарубежных банках. Я, может быть, я неправильно выразился. У нас очень много разных арестов компаний, в том числе и Россия. То есть нет никаких абсолютно проблем. Ни с выводом, ни с вводом денежных средств, также ни с заработком. Ничем проблем никаких нет. То есть мы весь процесс контролируем. Потому что у нас более 600 тысяч активных клиентов в компании. Как вы думаете, если бы из них там 1400, это Российская Федерация, к примеру. Если бы, не дай бог, да, чего там, позамораживали какие-то их счета, то мы бы также закрылись, как компания. Правильно? Нам было бы невыгодно работать на рынке. А так у нас все хорошо. У нас торгуют клиенты с Российской Федерации, а здесь Казахстана, Европы. Ну что мы Казахстан будем брать? Что мы Казахстан и Европа? Я про россиян говорю. У меня одно гражданство российское. Было бы у меня не одно, я бы тогда подумал. Ну сейчас, я говорю, вот вы говорите, вы контролируете... А за что вы пересварите конкретно? За неожиданные какие-то повороты от британских и других европейских. Европейских властей, от Евросоюза, ну и в первую очередь, конечно, от Америки. Они что прикажут, то и сделают. И так что, что вы контролируете? Ну я не хочу принизить ваши возможности, но, к сожалению, такое давление, на которое оказывается сейчас на все западные страны, за океанскими... Ну как вы думаете, если бы я за это переживала, если бы я не доверяла компании, у меня бы хоронили бы денежные средства, так же в этом банке? А я не знаю, у вас какое гражданство? Российской Федерации. А вы где сейчас физически находитесь именно вы? В Москве. В Москве. В Москве, а звоните откуда? В Москве, вам звоню. А-а-а. Ну, вы звоните как частное лицо или представитель банка? Я вам звоню как представитель компании. А-а-а, ну если с Москвы звоните, то наверняка, если вы находитесь в Москве, значит, вы наверняка регулируетесь нашим регулятором, Центральным банком. Я так понимаю? Ну, конечно. Но мы европейские, сам, мы европейские брокеры находятся в Москве. Ты это мне все равно, на территории России находитесь, значит, регулируетесь Центробанком, и вопросов даже никаких не может быть. Тогда можно разговаривать. А если бы вы не в Москве находились, вот это другой разговор. А в Москве вы действуете по российским законам, у меня уже это опасение никакое не... У меня же лежат, вернее, я пользуюсь услугами банка Райфайзер. Он тоже далеко не российский. Ну вот. А что вы сразу с этого не начали? Если у вас лицензия... Так я же не знаю, что же думаешь, что мы с вами общались ранее, то есть, Богдан, и как-то мы с вами... Я вообще как бы не поняла, что произошло в принципе, потому что все было хорошо, все было нормально. Но вы резко отказались с нами сотрудничать. То есть, как бы, я тоже немножко... В нем за понимание, да, так сказать, была. Не понимала, что происходит. Может быть, я не понял, что у вас есть лицензия наша? Что вы действуете... Может. На основании этой лицензии? Ну, тогда... Я уже не помню. Почему? Потому что я вот в поисках, в интернете эти объявления нахожу и попадаю почему-то все время на зарубежные банки. И, конечно, много разговоров состоялось, Ян, я не хочу вас обидеть, но я не помню конкретного разговора. Поэтому я и ни с кем не хочу сотрудничать с иностранными финансовыми учреждениями. А которые у нас работают по нашим законам, я с удовольствием. Мне все равно, где, чья у них... Ну, конечно, мы находимся в Российской Федерации, мы работаем по законам в Российской Федерации. Это само с тобой. Ага. Конечно. Ясно. Давайте попробуем с вами, пополним торговый баланс и присоединяем к заработку. Я... Я забыл... Ранее вы хотели с тысячи начать. Я забыл. Забыл, что вы предлагаете. Мы с вами скачивали, помните, программу X-Critical? Да нет. Я вам проводила знакомительный тренинг. X-Critical, это что за программка? Это для чего она? Ну, заработок на финансовых рынках. Помните, мы с вами общались на эту тему. Я в этих программках, я не знаю, пояснял вам в прошлый раз или нет, я очень слаб. Мне лучше на словах объясните, что я буду вкладывать и что я буду иметь. И все. Смотрите, купили подешевле, продали подороже. То есть в месяц вы можете зарабатывать, например, если вы начнете торговать с тысячей долларов, да, то в месяц у вас будет дополнительного дохода от полторы до двух, до двух с половиной тысяч долларов. Чистой прибыли. Не понял. Тем более вы будете торговать не самостоятельно, а с поддержкой от компании. То есть вам будет предоставлен личный эксперт, который вас будет обучать, сопровождать и давать вам готовые торговые сигналы под критическим делом. А именно зачем я торговать буду? На каких рынках? Это финансовые рынки. То есть это криптовалюта, инструменты такие как нефть, золото, серебро, валютные пары. Ну криптовалюту я исключаю, потому что я ничего не понимаю. Для моего уровня, так сказать, я своим понятием не могла. В любом случае не будете. Вам будут все рассказывать, вам будут все рассказывать и все показывать. То есть, грубо говоря, вас направлять. То есть, буду говорить вам, Бабян, куда нужно нажимать, но продажа ли должна покупать, да, и на каком инструменте торговать, чтобы вы были в плюсе, чтобы вы ни в коем случае не ушли в минус. Потому что нам, как компании, так же не только одна делать так, чтобы наши клиенты не зарабатывали. Потому что если вы зарабатывать не будете, вы уйдете с нашей компании, а мы потеряем вас как клиента. То есть выгода в каждом нашем клиенте также есть. Это комиссионный То есть вы открываете сделку, мы берем свой процент Нет, Ян Я хочу повторить Криптовалюта, я исключаю ее Потому что я предусмотритель Осторожный А вот золото, серебро Нефть, газ Я с удовольствием Только на наших отечественных рынках Потому что никуда за границу Я выходить Вы знаете, я сейчас даже прекратил Ездить на отдых За границу И даже не то, что прекратил А прекратил даже планировать отдых Потому что Такие сейчас репрессии против россиян Делаются Что я говорю Вы наверняка Выезжаете за границу, да? Ну, бывает Ну, а я вот видите Я мягко называю себя Считаю осторожным А можно Только другому назвать А вы более отчаянны Смелы Так что Если вот такие условия Одно условие Меня ваше устраивает То, что вы Работаете по законам России И второе условие Что на российских рынках И исключить криптовалюту Тогда Тогда мы начнем Тем более Если такая хорошая Доходность у вас И еще одно Неотъемлемое условие Чтобы со мной был куратор Потому что Я на себя не рассчитываю Абсолютно Конечно, да В любом случае С вами будет куратор Который вас будет обучать И сопровождать То есть В любом случае У вас сопровождение будет Конечно Вы как новичок В данной сфере Мы всем своим новичкам Да Трейдерам Предоставляем куратора Который будет с вами Работать дальнейшем Ага Ясно Давайте пробовать, Богдан А пробовать чего? Давайте с вами Пополнять торговый баланс Все закрепим с вами Личного эксперта Который будет с вами Торговать в дальнейшем И все Приступим сегодня к заработку А о какой сумме Идет речь? Ну, смотрите У нас много типов счетов Ну, всем своим новичкам Трейдерам Я предлагаю Либо же Самые минимальные Либо же со стандартной То есть Минимальные Это 500 долларов Стандартные Тысяча Какая сумма Для вас более актуальна Для выгодных Ну, я вам уже говорил До этого Почему меня привлекает Тысяча У вас там Я знаю Что с тысячи Что с тысячи Вам буду платить Одинаковую Что сумму Что с 500 Да Конечно У меня вот здесь Но с тысячи Вы будете в два раза Больше зарабатывать Чем с 500 долларов Помните, я вам объясняла Да То есть С тысячи Вы в два раза Больше зарабатываете Чем с 500 долларов Да Ну и давайте С тысячи Хорошо Смотрите Вы мне подскажите Пожалуйста То есть Вам будет удобнее всего Да Это работать С пластиковой картой Верно Что значит Работать с пластиковой картой С пластиковой картой Которую вы выдадите Мне Или которая у меня есть Которая у вас есть Ну Вы же на нее будете Поводить прибыль На вашу карту Ну конечно Ну конечно Ну да Можно на карту Можно на счет Какая разница Куда выводить Хорошо Давайте с вами сейчас Зайдем для начала В приложение В X-Critical Что мы с вами скачивали Если вы удалили Заходите в Play Market Давайте скачаем А мы заходили Через чего Не помните Через Через приложение Мы с вами Прямо в Play Market Мы заходили Через почту Или заходили Через Мессенджер А Подождите Мы с вами Помню Через компьютер Заходили Да Я не знаю Честно говоря Я не знаю Отсылали вы мне На почту Или на На мессенджер Как вы обычно Присылаете На почту Скорее всего Направляла Скорее всего На почту Мы сейчас Посмотрим На почту Я не вижу Я вам сейчас Повторно Направлю Чтобы вы долго Не искали Давайте Куда вы На почту Направлю Да На почту Давайте Нет Вообще Если на компьютер То мне удобнее На почту Конечно Все Хорошо Одну минуточку Так Одну минуточку Через компьютер Правильно Будете заходить Да лучше Через компьютер Да Угу Почту Ну вот я у вас Здесь открыл А как ваша фамилия Волик Да Нашли Да Нашел Вы на правильном пути Финансовый сертификат Да Внизу Там должна быть У вас В самом-самом Внизу Письма Ссылка На наш сайт PRtrend Повертрейд 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 Кровнет Есть Это ЦРОВ ЦРОВ Все Чтобы вы Не учились Давайте Все Отправила вам Новую ссылочку Проверяйте Смотрите Есть ли папочки Входящие У вас Не будет Да есть Уже Есть Есть Яна Есть Уже Нашел А Есть Все Хорошо Переходите Прям По ссылочке Я Прохожу К К сожалению Ваш браузер Или устройство Не поддерживает Платформу Да Нажмите Пропустить Пропустить Либо же закрыть Такое бывает Нет Тут написано Войти в любом случае А Войти в любом случае Да Нажмите Войти в любом случае Да И опять Смотрите Опять электронную почту Запрашивает Да Войдите Вашу почту И пароль Как даете До пароля Я вам Его продиктую Угу Это ваш базовый Почту я ввел Она сама у меня Выдается Почту А Ну все Пароль вводите 1 2 3 2 маленькие Английские Букавки А 1 2 3 1 2 3 И английские А А Угу Войти Да Да Нажимайте На кнопочку Входа Угу Ну это Опять Вот эти Вот Тут Графики Ваши Я говорю Я в них Ничего Не понимаю Абсолютно Для меня Я вас понимаю Тоже прекрасно Потому что вы Новичок В данной сфере Вы поймете Уже Когда будете Так сказать Практиковаться Да Когда вам уже Ваш наставник Будет вас обучать Обречь Куда нужно нажимать Он будет параллельно Заходить к себе На торговый терминал То есть Видеть все Визуально То же самое Что и вы видите Поняли И он вам будет Говорить Куда нужно нажимать Чтобы правильно Открыть сделку Корректно Ни в коем случае Не уйти в минус И вы когда уже Будете практиковаться То есть Нажимать И открывать сделки Тогда у вас Уже будет понимание Да Что это такое Вообще И как это все работает Ясненько Ясно Все вы когда-то были Новичками Я тоже была Новичком Да В данной сфере То есть Тоже ничего Поначалу не понимала Но потом Когда уже Начала практиковаться Да То есть Я уже В течение Трех Терой Пяти дней Я уже понимала Что происходит Ну видите В чем дело Тут по возрасту Вот наверное Молоденькая Вам все легко Дается А вы где Нет Я вам хочу сказать У меня есть женщина 72 года Пенсионерка В России Торгует Да Женщина 72 года Пенсионерка Торгует вместе с нами Также я говорю Я ни в чем Я не разберусь Через неделю Человек разобрался Здесь Я вам хочу сказать Здесь не нужно Да Там высшего Там Экономического образования Чтобы торговать Чтобы вырабатывать В данной сфере Чтобы разобраться Нет Здесь все проще Да Чем вы думаете Много проще Еще вдобавок Я не очень хочу Разбираться Вы же сказали Что у меня Куратор будет Можно и так Если вы не хотите Разбираться В данной сфере Вы можете Просто слушать Вашего куратора Нажимать Туда Куда он скажет И что и зарабатывать И выводить Вашу прибыль Вот и все Ну да Ну вот Эта таблица У меня есть Что мне с ней делать Таблица Таблица Какая Ну вот Это зелененький Красненький От 23 Обновилась Обновилась Уже от 23 мая Надеюсь Что было В начале 19 мая Выдавала Вот смотрите То есть это график График На котором Отображаются Цены На то или иной Инструмент То есть Сейчас Скорее всего У вас Отразился Инструмент Под названием НЕФ И есть Две ключи В кнопки Продать И купить Лейте сбоку Купить Продать Купить Продать А что Это Какой здесь Актив Именно на этом Графике Я не пойму НЕФ У вас Посмотрите У вас Вверху В правом Углу Должна быть Надпись US Cruder Oil Где же В верхнем углу Надпись Не вижу Немножко выше Купить И продать Эти Двух кнопок У вас Немножко выше Между Открыть сделку И купить И продать У вас должен быть Инструмент Написан Какой-то Ну вот Я не знаю Открыть Лимитный Ордер Ордер Евро USD Кредитное Плечо А вот Евро USD Вот Как раз таки Евро USD Это Этот инструмент Вы видите график По евро USD Это Валютная пара Евро По отношению К доллару Не понял Я вас понял А график Не понял Ну я же говорю График Вы поймете В дальнейшем Когда начнете Тарговать Открывать сделки И мне кажется Если вы будете К примеру В месяц Зарабатывать 2-2,5-3 тысячи долларов Если вы не хотите В этой сфере Разбираться То мне кажется Если у вас нет времени То самое главное Это что Это прибыль Правильно Ну может я и осмелюсь Когда войду В это дело А сейчас пока Конечно у меня Коленки трясутся Я не знаю Чего тут Как понимать Тем более С деньгами Дело связано Тут переживать не нужно Потому что Вы не один будете А я понимаю Если вы были одни На финансовом рынке Что-то пытались Покладься здесь Открыть сделки На ваши тысячи долларов Да конечно страшно Когда ты один А ничего не понимаешь Что происходит А когда с вами Человек рядом Который понимает Знает Вас просто направляет А вы нажимаете Туда Куда он вас направляет Вот и все Вы зарабатываете А мы зарабатываем Вместе с вами На комиссионах Здесь ложка проста Давайте попробуем У вас есть сверху Синенькая кнопочка Депозит Депозит Синенькая Нет Тут Синенькая А депозит есть Нажимать на него Да Нажимайте на депозит Нажал Крутит Крутит Вот Открылся Мне тут шоколад Смотрите Я вас сейчас Сопровожу По активации Торгового баланса Смотрите Что вы сейчас Перед собой Видите Ну я не знаю Вверху В самом Написано Аккаунт Один ЮСД Потом Потом Это значит Нет Там у вас Платежная система Должна быть Пис Писп 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 Да Писпп Да У вас там есть Писпп Писпп Писппп Да А в самом-самом низу Самое последнее В самом низу Что у вас написано Киберпэй Киберпэй Да Да Кто там смеется Кто там смеется Кто там смеется Не надо мной Что я такой Непонятливый Я не один человек Который работает в компании Здесь очень много менеджеров Понимаете Я один человек А что ж так громко смеются Смеются Мне самому уже С собой засмеяться Захотелось Ну хорошо Давайте Дальше Новая карта Новая карта Что мы здесь Новую карту Написано Новая карта Да Так Новая карта Вас написано Одну минуточку Нажмите туда А Райфайзенбарк Свербанк Изумие Я нажимаю Прикладываю Только Уже Выдают А помимо новой карты Что у вас написано Ну номер карты Месяц Размер депозита Вставить еще Вставить написано Когда подвожу Вставить курсор Там выдаются Мои платежные инструменты Которыми я расплачиваюсь В интернете Там у вас написано Номер карты Срок действия Карты Сивили Правильно Да 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 Так Карта у вас Находится при вас Да Сейчас А зачем Сейчас моя карта Нужна Ну мы сейчас На данный момент С вами будем Пополнять торговый баланс То есть вы сейчас Вводите самостоятельно Реквизиты Вашей карты И вы пополняете Самостоятельно Свой баланс А где мой баланс Находится Ваш баланс Находится Сейчас На торговой платформе У вас баланс Ноль Торговая платформа Что это такое Ну это там Учереждение И оттуда Идет их движение Я так понимаю А сейчас я вижу Вы создаете ячейку В банке Ячейку Ячейка в банке Это В переводе На простой язык Это Сейф Да Других Банковских Понятий Ячейка Не существует Насколько я знаю А какую мы Ячейку создаем Мы в сейф Будем класть деньги И никто не будет знать Сколько у меня там Лежит чего Для чего это Мне нужно Ячейка Вы пополняли Вы в интернете Как-то совершали покупки Ну я же вам говорю Я только Подвожу У меня уже Мои банковские Карты Высвечивают Карта при себе Мне даже вводить данные Не надо Уже компьютер Помнит Данные Ну вы нажимаете Да Если карта уже Сохранена в компьютере Вы нажимаете Туда и вводите данные Ян Только сейф Он не сохраняется Ян Сейф Нужно вводить вручную Я вас понимаю Я не говорю Что вводить Я говорю Для чего вводить И где Где мы находимся Где мой баланс Я буду переводить На свой баланс Вот меня Один вопрос Интересует Где мой баланс Находится Хорошо Нажмите на крестик На крестик Нажмите Выйдите Вообще С этой платежной системы С депозита Выйдите С депозита Выйдите На крестик Нажмите Вверху В правом углу В самом верху У вас есть баланс Капитал Доступный доход Вот когда вы пополнили Свой депозит У вас будет баланс Не ноль А тысяча долларов Написано И вот Это тысяча долларов Начинаете торговать С личным экспертом Что непонятного Где мне посмотреть То тут Я вошел Опять где графики Туда Да Да У вас там Оверху Есть баланс Капитал Доступный доход Да Вот у вас сейчас Баланс Ноль А там везде ноль Везде ноль Ну конечно ноль Да Ну конечно ноль Вы же не пополнили Свой торговый баланс Вы когда пополните Карту Когда вы введете И введете Тысячу долларов А по них вам с карты Перейдут сюда на баланс У вас вместо нолика Уже тысяча А вот сейчас Тысяча Вы будете торговать Вы сейчас Когда пополните Пополните карту Я буду пополнять Карту сейчас У вас на карте Тысяча долларов Есть? Есть конечно Я же вам говорил Еще в прошлый раз Есть Так с этой карты Вам на ваш баланс Перейдет тысяча долларов А где мой баланс Находится Я не могу Вверху 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 Да нет Ян Я у вас простой вопрос Задаю Я говорю Нигде На экране компьютера Находится мой баланс А в каком учреждении Он находится В банке В банке В каком? Я же говорила Банк HSBC HSBC Ну давайте туда войдем И я посмотрю Этот банк Реквизиты возьму Проверю Проверю Ликвидность Лимит Законность этого банка Проверяйте Пишите банк Пишите Зачем пишите Вы мне ссылку пришлите Я пройду Зачем мне ссылку вам скидывать Вы прям вручную пишите Если вы мне так не доверяете Вы мне скажете Я вам какую-то липовую ссылку отправила Да нет Я ничего не издевательна Вы только доходит У пополнения уже второй раз Вы что-то непонятное Мне начинаете Говорить Я просто не пойму Куда пополнять Вы говорите У меня баланс есть Это значит У меня счет уже открыт Или как? Нет У вас ничего не открыто Вы пока сами его не откроете Он волшебным путем Не откроется сам Ян Вот вы И сами сказали Что мне еще нет счета А как я могу его пополнять Если счета нет Давайте откроем счет По порядку действовать Потому что вы когда пополняете свой торговый баланс Вот автоматически у вас создается этот счет Банк Ячейка Автоматически создается в данном банке Вы как пополняете свой торговый баланс Автоматически данная ячейка создается Ну Вам не нужно ехать в банк И создавать ячейку И туда ложить деньги Вам этого делать не нужно Ясно Да давайте мы Вы делаете все в онлайн режиме А мы давайте дистанционно его откроем счет Зачем мне ехать Как я поеду в Москву У меня тут 500 Я вам и хочу сейчас дистанционно Чтобы вы открыли свой торговый баланс Вы нажимаете на кнопку депозит У вас там реквизиты карты Вы их вводите Вводите сумму 1000 Нажимаете на депозит К вам приходит сообщение с банка С кодом подтверждения Вы вводите этот код И смотрите потом на ваш баланс У вас на балансе 1000 долларов Все И вы начинаете торговать Ян я все у вас понимаю Все правильно Ну давайте Человек такой уже не молодой Я привык И консервативный Самый пассивный Давайте по старинке Давайте мы откроем мой счет И я его сам пополню Без всяких этих Новших 22 века И я спокоен буду И вам проще Вы мне просто Как хотите пополнить Вы по другому Свой торговый баланс Не пополнишь Да я еще не хочу Его пополнять Я хочу пополнять Но когда он будет открыть Давайте Откроем мне счет Это в вашей компетенции Открыть счет Или нет Мой брокерский Интересно А? Брокерский счет Открывайте самостоятельно Когда пополняете Свой торговый баланс Вы это делаете Самостоятельно Не я это делаю А вы это делаете Ясно Ясно Ну давайте 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 Откроем И потом будем Пополнять его Давайте Мне это Что там Как вы его откроете Ну как вы его откроете Да откуда я знаю Как Ну если бы я был Работником банка Я бы знал Как его открывать Да кто мне позволит Вам не нужно В банке Открывать счет Самостоятельно Отдельно Вам этого делать Не нужно Еще раз вам повторяю Вы когда пополняете Свой торговый баланс Вы автоматически Открываете Ячейку В банке Автоматически Вам не нужно В онлайн банк Заходить И там что то делать Вам этого делать Не нужно Я понял Я понял Я ничего против Не имею Ну единственное Все вы правильно Объясняете Все меня устраивает Только Вначале в банке Давайте откроем счет Ячейка тоже не нужна Давайте на доллар пополним Давайте на доллар пополним Ваш торговый баланс Тем самым Откроется у вас уже Ячейка в банке Чтобы вы не переживали Что ваш доллар Куда то улетит Ну она А долларовый счет У меня открыт уже Мы его пополнять будем Да уже открыт Ну давайте Давайте мне Давайте мне счет Давайте мне счет Отдолларовый Давайте Пополним Нажимайте на депозит Давайте На депозит Давайте Нажимайте на депозит Давайте Ага Вот это другой разговор На счет я с удовольствием Пополню Открыл Открыл Так что вы сейчас Перед собой видите Ну опять То же самое Криптовалет В самом низу Питуби Питуби Виза В самом самом низу Киберпей В самом низу Это самая нижняя Все Да Нажимайте В самом низу Киберпей Киберпей Нажимаем Ага Так Тут высветилось Киберпей В середке Сумма Рублей Отправить Рублей Или Долларов Долларов Не меняется Не меняется Это Название Валюты Вы нажмите Вы нажмите На руб Нажмал Нажал на рубль Нажал на рубль И рубль внизу Выскакивает Тоже Может не на Киберпей Может на Ходпей Давайте с вами Попробуем Сделать Как Давайте с вами Попробуем Через У вас карта Какого образца У меня есть и Виза Есть и Мастеркард Ну вы с какой Хотите Как-то работать Виза Мастеркард Ну Мне все равно Мне 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 в принципе Все равно Хорошо В самом верху Есть виза 3D Secure Видите Да я уже вышел Виза Виза Хотпей Да Нажмите туда Там должно Выседиться Поля Для заполнения Карты Вот здесь Вот сумма И здесь Тот USD И Рубли Да Сумма 1 USD Да В долларах Вы вводите сумму Размер депозита 1 USD То есть 1 доллар 1 доллар Ага Вы ввели Номер карты Срок Действия То есть Владелец Карта Оно все автоматически У вас заполнилось Правильно Нет Ничего Не заполнилось Ничего Не заполнилось Я Я нажал Вот это Виза У меня Вот это Выдало Табличку Сумма Да Номер Карты Нет Тут некуда Номер Карты Это значит Мы поспешили Карту Я не выбрал Еще Хорошо Ладно Еще раз Почитайте Пожалуйста Какие у вас Платежные системы Отобразились Виза 3D Secure Есть у вас такое Виза Это Мастеркард Два Значка 3D Secure Виза 3D Secure Виза Киберпэй Есть А еще Что есть Ничего Не пойму Я опять Вышел Нет Просто Мне раньше Говорили о том Что у вас Высветились Номер карты Там Срок 10 Чтобы заполнить У вас уже Все заполнено 3D Secure Высветилось 3D Secure Высветилось И вот Когда я подвожу Курсор К слову Вставить То тут Мои Платежные Инструменты Высвечиваются Теми Которыми Я расплачиваюсь В интернете Или Я не знаю Или Они у вас Вы что С банками Связывайтесь С моими С которых У меня Есть Так сказать Сбережения Ну а почему Это значит Память компьютера Мне выдает Вот эти вот Карты Мои Ну конечно Потому что Компьютер Вы сохранили Знаете Как в телефоне Вы сохраняете Карту То есть оно Вас автоматически Уже прописывает Ну 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 Да вы на компьютер Сохранили Просто А у вас Автоматические Практики Ну здесь Ладно Сбербанковская Виза У меня Например Или 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 Мастеркард Вот С Райфа Какую выбирать Семього 23 Компьютер Давайте без доллара Я что не открывал Брокерский счет У меня есть Брокерский счет Я же уже вам говорил У меня есть Брокерский счет Давайте Откроем Брокерский счет А я сам Пополню его Так он у вас уже открыт Пополняйте сами Ну давайте Если Я открыла Ну давайте Дайте мне его реквизиты Тогда Если вы открыли Дайте реквизиты Моего счета Алло Вас не слышно Яна Вы пропали Да Да Слушай Давайте реквизиты Да я пополню Хорошо Давайте Я вам даю сейчас Реквизиты Тогда ваши Да Куда вам Будет сейчас Скинуть На латсап Или куда Одна минута Ну давайте Куда вам удобнее Мне все равно Лучше на почту Мне бы конечно На почту Давайте 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 Так вы мне еще раз Скажите пожалуйста Вот я вижу Что я вам открыла Вы мне скажите С 500 или с 1000 Чтоб я сейчас Опять же закрепила За вами условия Ну с 1000 Мы уже обговорили Чего же я буду Деньги терять Конечно с 1000 Ну мало ли Я же говорю Мало ли Может у вас опять Что-то поменялось Нет У меня ничего Хорошо Давайте тогда Сейчас оставайтесь на линии Не сбрасывайте трубочку Хорошо Ясно Я вам направлю реквизиты Давайте Ага Алло Да-да Смотрите как Насчет реквизитов То есть вы самостоятельно Получите реквизиты Хорошо Угу Я вам сейчас помогу То есть делать Вы Я так понимаю Сбербанк Правильно у вас Да Мы решили Сбербанка Да Вот смотрите У вас в самом-самом Низу Помните У вас была написана Лиза Мастеркард Вот почитайте У вас там Низу Лиза Мастеркард Ну мастер Но начинается С криптовалета Какого-то Потом Питупи Питупи Потом Да Виза Котпей И виза Киберпей Вот Нажимайте на Виза Киберпей И вводите 60 тысяч рублей Там в рублях У вас И нажимайте на Отправить И там самостоятельно Вам высветится Уже ваш номер Угу 60 тысяч Да 60 тысяч Отправить И там уже самостоятельно Вам высветится Сам счет Там ваш счет Да Куда вы должны Будете направить Деньги Угу Ясно Так Вы мне подскажите Что вы сейчас Перед собой видите Ну сейчас Пока эти Квадратики Наши Параллельные Загрузка Да Я так понимаю Да Перевод По номеру Карты Перевод По номеру Телефона Смотрите У вас там Карта То есть Банки Сбербанк Выбирайте Да Вот карта Сбербанка Правильно Да Выбирайте Сбербанк Так Тут Смотрите Что написано Выберите Способ Оплаты По номеру Карты Перевод По номеру Это ваши реквизиты Ну совершенно верно Да Сбербанк Выбирайте Отправить Сбербанк Брокерский счет Ну а где он Брокерский счет Он не высветился Номер Это ваши реквизиты Вот на эти реквизиты Вы направляете 60 тысяч Да Это получается 1000 долларов И они к вам приходят На ваш брокерский счет Они поступают Вам на баланс Вот и все А Ну давайте мне Этот брокерский счет Ну вот он перед вами Сейчас Ну тогда Он сейчас прямо Перед вами находится Ну я не знаю Нету его Передо мной Ну как Там у вас номер Карты Там есть 4 Ну номер Номер карты Номер карты Моей Это ваш счет На ваш счет Вы переводите деньги Это ваш счет Нет Счеты Счеты я здесь не вижу Я здесь не вижу счета Смотрите Вы На Этот счет На ваш Который сейчас Перед вами высветился Там номер карты У вас Да Есть номер карты Это ваш номер счета И на данный номер счета Вы направляете 60 тысяч Который к вам Переходит На ваш торговый баланс Все Ясно Нажимайте Что нажимать Что нажимать Что у вас сейчас Образилось Далее У вас есть Вы выбрали Сбербанк Правильно У вас высветился Ваш счет Реквизиты ваши Ничего там не высветилось Там высветилось Только перевести Или не перевести Ну вот А счета Счета нету Нету счета Я говорю Счет дайте мне Реквизиты счета Номер карты Это и есть Ваш счет То есть На номер карты На счет Вы отправляете 60 тысяч И они к вам Переходят на баланс Это ваш брокерский счет Ну а где Как мне посмотреть В вашем банке Мой брокерский счет Я же у вас Что-то особенного Не требую Ну так вот сейчас Вы пополните И увидите его Как вы можете Увидеть Того чего нет Сейчас на данном этапе Вот именно Вы открываете Самостоятельно Вот именно Как я могу Пополнить То чего нет Вы будете Пополнять Торговый баланс Или нет Конечно Конечно Да почему Это у вас На меня На меня у вас Всегда не хватает Времени А мне надо Зарабатывать А у вас Времени не хватает Мне тоже Ну и дайте мне Реквизиты Вы у меня Не один клиент Я вам дала Реквизиты А вы мне Не затягивайте Реквизиты Вы специально Что-то тянете Тянете Уже не первый раз Со мной связываетесь Это вы тянете Ну Это не так Но это вы тянете Сейчас резину Понимаете Ну дайте мне Реквизиты Что здесь сложного Я вам предоставила Реквизиты Еще раз Да Что вы от меня Сейчас хотите Хотите пополняйте Хотите не пополняйте Все Я хочу от вас Помощи Чтобы вы мне Помогли Зарабатывать деньги А я вас прошу Не номер карты А мои реквизиты Где как правило 20 цифр Еще плюс Плюс Агрены Бики Бики Вашего банка Должны указаны быть Это ваш счет Вы просили меня Чтобы был счет Российский Яна Вы просто не понимаете Ну мне Мне как-то неловко За вас Вы опытный человек А не отличаете Номер карты От счета От реквизитов Я вам еще раз говорю Что вам нужно было Мне реквизиты Счет И все И начинаем работать Ну хватит Во второй раз Уже хотите Меня оставить Без работы Я вам говорю Сейчас Возможность Есть пополнить Дороговый баланс Так Потом в дальнейшем Вы увидите Ваш брокерский счет Когда вы его откроете Давайте Давайте не в дальнейшем А давайте сразу Чтобы Чтобы я Спокоен был И вы спокойны И я вас не подставлял Вдруг куда-то деньги Не туда уйдут А вы потом будете Отвечать Они уйдут Они уйдут туда Да Вы думаете Вы у меня один клиент Вы думаете Что вы у меня один клиент Который выполняет Так торговый баланс Ну всякое В жизни бывает Не Лучше я их скопирую И потом Потом мне опять Мне надо будет Заполнять Декласс Вы просто-напросто Мне морочите голову Декласс Ну Пока вы мне морочите Нет Я хочу зарабатывать И я вам морочу голову Вот Срана Если бы вы хотели зарабатывать Если бы вы хотели зарабатывать Вы бы пополнили баланс Так как пополняют Сейчас все клиенты Наши Все клиенты Пополняют так баланс Они начинают торговать И уже зарабатывают Хорошие деньги И сейчас Вы просто-напросто Я не понимаю Что вы от меня хотите Чего вы боитесь Если вы чего-то боитесь То как вы будете зарабатывать Скажите мне пожалуйста Яна Яна Если у вас нет доверия Так у вас нет доверия Как вы будете зарабатывать Богдан Скажите мне пожалуйста Яна выслушайте меня Я вам предоставила Да Говорите Конечно Я хочу пополнить баланс Но именно баланс Своего счета Брокерского А чтобы пополнить Я должен реквизиты Знать А реквизитов Я не вижу Нигде никак Не могу найти И вы От меня их Почему-то скрываете Почему я не пойму Дайте мне Да я пополню И начнем работать С вами На данный момент Я вам предоставила Номер карты Да Который К вам Придут На ваш счет То есть на торговый баланс Тысяча долларов По другому Мы с вами пополним Баланс Не сможем Потому что Почему Вы мне говорили О том Что вы Боитесь Сотрудничать С европейскими банками Я вам предоставила Возможность Сотрудничать С русскими банками Да Чтобы вы не переживали Что вы деньги Куда-то В другую степь Я ради вас Подняла Финансовое дело Да Чтобы сейчас Вы работали С русским банком Да А вы мне сейчас Что говорите Вы мне теперь Опять говори Мы вернулись Сами К тому С чего начинали Вам предоставить Реквизиты Британского банка Будете там Работать С ним Не 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 надо Давайте с нашим Зачем Перед вами Сейчас Перед вами Сейчас Карта Сбербанка Что вы Сейчас От меня Ходите Зачем Мне Голову Морочите Это Карта Сбербанка Моя Это Моя Карта Сбербанка А куда я Переводить Буду Я не Вижу Там Номер Карты Видите Нет Это Номер Карты Да Нажмите Сейчас На Сбербанке Еще раз Где На Сбербанке Вы Сейчас На Депозите Там Где Я вам Сказала Нажать На Виза Мастеркард Там Во что Написано Киберпэй Виза Виза Хотпэй Или Виза Это Или Киберпэй Да Виза Киберпэй Нажимаете Туда Пальчиком Водите 60 тысяч И нажимаете На Отправить Не в Долларах Потому что Вы боитесь Вы переживаете За европейские Банки Жюри Я вам Пошла На Уступки Я понимаю На Уступки Все ваши Уступки Мне они Нравятся Мне не нравится А вот Один маленький Пункт Меня не устраивает Мы не можем Почему-то С вами Его решить Такая мелочь Вы не можете Мне пойти На встречу Я вам Пошла На встречу Мы с вами Не будем Открывать Какие-то Европейские Считай В этого Бои Да Боюсь Я честно Признаюсь Нажмите На Сбербанк Вам там Выседется Номер Карты Ну Зачем Мне По номер Карты Вы дайте Мне реквизиты Да и все Начнем работать Ну не затягивайте Ну хватит Ну я вам не дам Реквизиты Я вам не дам Ну почему Почему Я Потому что я вам не дам Ну а как мне тогда работать Как мне пополнять Счет свой Видите Видите Сейчас Перед вами Номер Карты Только Нет Не вижу Я сейчас Уже Номер Карты Ничего Пришлите Мне реквизиты И начнем работать Не затягивайте Резину Я вас Прошу Об Одно Хорошо Не ходите Как хотите По другому Мы с вами Работать Не сможем Или так Или никак Мне просто кажется Что вы не Морачиваете голову У вас нет никаких Денег на карте Вам не с кем Поговорить У меня очень Новых клиентов Причем Серьезных клиентов Те которые Хотят с нами сотрудничать Я с вами потеряла Очень много времени А также Стоит денег Который я могла Заработать Так что Я вам желаю Хорошего дня Всего доброго До свидания Ну неправильно Вы поступаете Я хочу заработать Вы А вы мне начинаете Какое-то Денег у меня нет Есть у меня денег Да Денег у меня нет Денег нету Но денег нет у меня В том понятии Сколько бы я их хотел иметь Я хотел Хотел иметь А вы не хотите Мне в этом помочь Я вам сказала То есть как Нужно нажимать На Сбербанк На готовом И у вас засвечивается Номер карты И вы пишете То есть скопируете Этот номер карты И в дальнейшем Вы переводите К себе на счет То есть на российский счет 60 тысяч Их вам на баланс Приходит тысяча долларов Все Ян Видите как получается У нас получается Игра в одни ворота Я ваши все условия Выполняю А от вас Минимальные Прошу Минимальные А я не выполнила Ну я одно условие Всего Реквизиты Моего брокерского счета Больше ничего не надо Давайте тогда Ячейку в банке Открывать Да не надо Хватит уже А то мы так зайдем Знаете куда Реквизиты мне дайте Да и все И весь разговор Будет закончен На этом Одну маленькую стопочку Вы мне не хотите сделать Ну что тут сложного Потому что мы с клиентами Так не работаем Мы работаем Или так Или так Ну вы Для меня то Сделайте исключение Сделайте мне Все равно же Он откроется Вы у меня не один клиент Чтобы я Вы у меня не один клиент Чтобы я вам делала исключение Ну Хотите зарабатывать Я вам Хочу зарабатывать Ну Тут уж не так Не так сложно Потом же все равно Потом же Я все равно Когда переведу Откроются у меня реквизиты Почему вы сразу Мне их не хотите Их дать Сразу дайте Да я буду спокойным И вы будете спокойным Потому что Я же вас подведу В первую очередь Сейчас раз деньги ускочат Куда-нибудь денутся И я на вас Суд буду подавать Будете передо мной отвечать Вы будете выводить Ваши деньги У нас еще никто Суд не подавал За 12 лет работы Да У нас целых рынков А вы один такой Единственное Возьмете И куда-то деньги ваши Улетят непонятно куда И пойдете подавать На нас А куда они улетят Непонятно куда Куда они улетят Ну так вы же сами говорите Я не знаю Куда улетят мои деньги Вдруг я куда-то Не туда отправлю Ну как это я куда-то Не туда отправлю Ну я вот просто Предполагаю Если такая Вдруг случай Произойдет Если вдруг Такой случай Произойдет Зачем я вас буду Подставлять-то Мне тоже неохотно Произойдет Произойдет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok